Пока козы отстукивают копытами по фермерскому подиуму, другие обитатели флоры оттачивают мастерство полета. Подробности о выставке продажи живых тропических бабочек узнаем у экскурсовода Дмитрия Панарина. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну вы пришли не с пустыми руками, сейчас и зрители, мы наблюдаем вот здесь нашу гостью необычную. Расскажите о ней, что это за бабочка? Это голубая мауфа, бабочка из Южной Бразилии. Из Бразилии, ну из Южной Америки, правильно. Из Южной Америки, из Бразилии. Это одна из самых красивых бабочек. Нет, ей сейчас комфортно, достаточно спокойно сидит, она наелась, сытая и довольная. Вы говорите, что она голубая, но получается, она крылья сложила, и у нее здесь коричневая, да. Да, это ее защитный окрас, то есть внутри она, если ее сейчас немножко пошевели... Бабочка в стрессе сейчас, ее могут атаковать. Друзья, давайте вот так вот поставим, и она крылышки сейчас расстроена. Она действительно внутри... Давайте, вот какая она красавица. Давайте еще, вот еще. Ой-ой-ой. Я так боюсь бабочек. Сейчас она как раз-таки нас пугает, наоборот, эта бабочка. А, она пугает? Да. Вот этим ярким цветом они отпугают. Да, в природе такого переливающегося оттенка нету, и птица, допустим, нападая на бабочку, думает, что это что-то искусственное, ненастоящее. Какие еще виды бабочек присутствуют на выставке? Много ли их у вас? У нас более 100 бабочек летает. Бабочки в основном Юго-Восточной Асии, также Востока Африки и Южной Америки. А смогут ли желающие увидеть самых больших бабочек? И что значит большая бабочка? Да, какие? Какие крылья у них? Это павлинограсский атерос, ночные мотыльки из Индии, они до 32 см встречаются. Ну, у нас на выставке чуть поменьше, около 28 см. Ну, тоже ничего себе. Слушайте, вот это крыло. Бабочка. Да, она большая. Она живет, она очень мало, она обычно не больше 12 дней живет, потому что ничего не ест. А почему ничего не ест? У нее природа не заложена, у нее ни хоботочка, ни ротовой полости, она вот только одни усы до гроза. Ну, что я видел, она там сок пьет. Она не просто так сидит, да, она апельсиновая? Она спит, не спит, бодрствует. Вообще у них такое бывает, вот, период сна, бодрствия? У них как такового сна нету, они просто в бездействии свой организм приводят, когда им не нужно излишне двигаться, допустим, искать пищу себе, либо спасаться, и просто сидят, отдыхают. Понятно, что на выставку лучше, наверное, идти с детьми, потому что для них это такое волшебство, сказочная магия, вот когда они это все видят. А домой таких бабочек можно завести? И чем их кормить, кстати? Их, да, понравившиеся бабочек можно, допустим, забать к себе домой. Их часто также на свадьбу, допустим, покупают, на дне рождения. И особого ухода как такового ей не нужно. То есть кормить даже не надо? Кормить раза два-три в день не нужно. Это апельсинка, либо водичка с медом, то есть тут в зависимости от вида. Подожди, а водичку с медом как? Наливать в специальную банку туда же помещать? На блюдце, небольшое блюдце, то есть ложечка меда и немного водички туда наливать. Она сама прилетит, да, получается? Чаще всего их нужно приносить, они у нас птицы голодые. А, а хранить их, подождите, это очень важно. У меня дома две кошки. Хранить? Хранить. И вот где их нужно, в банках специально? Там, где нет кошек, естественно, потому что они по потолку даже начинают ходить, когда видят бабочку. А правда ли, что нам сказали, я не знаю, правда нет, вы подтвердите, опровергните, что бабочки могут испытывать стресс? Если их сильно часто брать навыки, да, они действительно волноваться от этого начинают, стараются сбежать, поэтому их чаще всего желательно, чтобы они спокойно сидели где-то и любоваться ими. А вот чтобы летали, это что нужно? Тепло и много солнечного света, либо искусственного света, но опять же ялкого. Подогревать. Если немножко подогреть, феном, да? Ну, феном нежелательно, где-то над батареей, допустим. Над батареей, да. Сгорит бабочка Дима. Тогда они более активны. Хорошо, расскажите, до какого числа будет проходить выставка продажа, со скольки и до скольки? До 7 августа мы находимся в Калинке, торговом центре, сработаем мы с 12 до 8 в будние дни и выходные с 11 до 9. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Спасибо.